Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу с вами поговорить про всю свою декоративную косметику, которую заказывала на сайте iHerb. Было у меня ее немало, есть чем поделиться, потому что iHerb для меня сейчас очень интересный сайт, где я могу очень быстро заказать все, что мне хочется, мне не надо ждать несколько недель. Я снимала отдельное видео про то, как я делаю заказ iHerb и как экономить на доставке. Поэтому я обязательно оставлю ссылку вверху внизу. Ну а мы давайте перейдем к теме этого видео. Начнем с макияжа лица. Конечно же, покажу свою любимую находку с этого сайта. Это Cushion Mineral Air от Physicians Formula. Сразу скажу, что Physicians Formula здесь будет много, потому что, наверное, это моя любимая марка для макияжа именно с iHerb. Она недорогая и в соответствии цены и качества просто идеальнее не придумаешь. Итак, красивая вот такая упаковка, сразу заметная. У меня оттенок Light. Если вы не загорелые, то тогда берите Natural, потому что этот именно на такой легкий загар, вот как у меня сейчас на данный момент. Его минус в том, что он заканчивается достаточно быстро для меня. То есть если у меня тональная основа где-то полгода-год служит, то это месяца полтора от силы. Он идеально подходит для мамочек, потому что его наносишь меньше минуты. Мне надо, чтобы идеально нанести это тональное средство на лицо. Мне нравится то, как оно натурально смотрится. То есть нет слишком глянца, нет слишком пудрового эффекта. Нанес, закрепил пудрой, держится в течение дня, не слезает какими-то пятнами. Единственный минус то, что если у вас есть шелушение, либо более сухая кожа, то он будет подчеркивать сухость. Но с этим надо бороться при помощи ухода за кожей. То есть это не такая уж и его проблема. Но в принципе есть кушаны, которые наоборот сглаживают. Да, я тоже в следующих видео вам расскажу. Нравится, очень нравится. Заказываю уже всем и подружкам заказала и посоветовала, и на подарки. Далее это пудра. Ею я пользуюсь каждый день на данный момент. Это тоже Physicians формула. Вот такая без талька, минеральная, корректирующая пудра в интересном дизайне. Самая простая упаковка, которая только может быть. Но несмотря на это, она еще не расшаталась и все так же вот все держит отлично. Даже название Physicians формула не стерлась. Здесь вот такие два отделения. Но кисточкой я не пользуюсь. И вот такая интересная пудра сама по себе. То есть она разных цветов. Я закрепляю как обычные тональные средства, так и кушан. Очень хорошо помогает сохраниться макияжу. Но опять же мне нравится, что в ней нет суперматового эффекта. При этом в ней абсолютно нет какой-то блесток, да, какого-то вот такого светоотражающего эффекта. Но при этом она какая-то сатиновая. То есть ну вот какое-то такое чудесное сочетание всех этих свойств. По-моему один оттенок. Если нет, то я обязательно подпишу. Буду делать обязательно вам ссылки. Я поняла, что вам так гораздо удобнее. Вот все сделаем. Далее, что я вам покажу, это вот такие салфетки. анти-шайн, как shine-free. Против блеска, да, жирного. Мне очень нравится упаковка их. Посмотрите. То есть оторвал листочек. У меня, допустим, ордекой, если я по сей день пользовалась, да, пока они не появились, они у меня. То эти гораздо удобнее. Само исполнение, стоимость у них приятнее, я вам скажу. И очень легко оторвал, использовал. Мне одного листочка хватает на все лицо. Но я очень редко поправляю. Вот именно с вот этими средствами, которые меня просто выручают каждый день. Салфетки советую. Дальше. Это румяна. Румяна я заказывала и заказываю. Буду заказывать. Не знаю, просто помешалась на румянах. Вот. Что мне очень нравится? Снова Physicians Formula. Обожаю. Если бы там была представлена вся гамма оттенков, я не знаю, почему они не представляют. Я, допустим, смотрю на официальном сайте Physicians Formula, и там огромная палитра. Боже, этот аромат, он мне сводит с ума. Я когда утром делаю макияж, мне просто хочется быстрее добраться до этих румян, потому что пахнет кокосом и ананасом. Безумно приятно. Здесь есть вот такая непонятная кисточка-спонжик, которой я тоже ни разу не пользовалась. Оттенок, он больше, знаете, такой весенний-осенний, потому что на загар он не особо виден. Либо я наношу этот оттенок как в качестве бронзатора, корректора. В общем, все в одном, когда мне лень что-то наносить, да, много делать слоев. Хорошие, красивые. Там есть еще один оттенок, я его тоже закажу в ближайшее время, но там написали, что он больше идет как хайлайтер. А хайлайтер я идеальный нашла, но все равно закажу, потому что безумно приятные эти румяна. Держатся хорошо с утра до вечера, просто проблем нет. А следующие вот румяна я заказала, думаю, ну все, будут просто вау, они стоили 25 долларов, и как бы это для iHerb достаточно много. Называется R-класс от Too Cool For School. Такая красивая, очень интересная упаковка, необычная, да, минимализм, но классно, стильно. Вот такие румяна, надеюсь, видно, да, но в любом случае я буду делать крупные планы. Вот, сейчас стараюсь настроить камеру, потому что все уже забыла. Так вот, здесь три оттенка, в общем, первые, ну я не знаю, просто для красоты, видимо, а вот эти два, они действительно дают оттенок, но оттенок очень меловой. Знаете, у меня, когда я вот первый раз нанесла эти румяна, какое у меня было ощущение, то что я нанесла мелкие цветные, вот нанесла на щеки, потому что у них нет какого-то вот, хоть немножечко такого сатинового, какого-то натурального эффекта, они абсолютно матовые. Поэтому я поверх немножечко прохожусь своим хайлайтером, то есть я делаю здесь при помощи хайлайтера и потом дополнительно его наношу и вот тогда супер. А так, я бы не советовала, честно, есть гораздо лучше румяна, те же Physicians Formula возьмете и не пожалеете, чем потратите столько денег на эти и как бы эффект мела на щеках. Дальше, что я вам покажу, я вам корректор не показала, смотрите, это Skin Food, по-моему, когда я заказывала, уже он где-то у меня мелькал в видео, Skin Food, оттенок у меня, какой-то тут оттенок, здесь непонятно, но в общем тот, который светлее. Это чудесный корректор, он достаточно жирный, он не сушит кожу под глазами, хотя мне девочки писали, что некоторым он сушит кожу под глазами, не знаю, видите, у всех по-разному. Мне очень нравится, как он перекрывает синие темные круги под глазами, я наношу сначала его, потом наношу тональную основу и потом, если надо, я наношу еще один корректор от Estee Lauder, потому что у меня достаточно проблематичная вот эта зона, короче, я в каждом видео это вам буду говорить, очень крутой, заказывайте, не пожалеете, но единственное, что его сложно отловить на iHerb. Далее, переходим к глазам, значит, вот такая штука, база под тени, что с ней, что без нее, у нее, конечно, исполнение и текстура очень похожа на Urban Decay, но по качеству небо и земля. Вечером у меня просто не остается теней, не пойму, куда они исчезают, и это еще, когда нет жары, а когда жара, то уже ближе к половине дня, поэтому лучше вообще не наносить, чем так наносить, и вот. В принципе, очень приятная, знаете, такая мягенькая текстура, приятно пользоваться, но вот макияж только сейчас будет, я ее специально нанесла сегодня, у нас попрохладнее денек, но я не могу советовать, это деньги на ветер, и да, я забыла, представляете, вам показать вот такую базу под макияж, база под макияж, как видите, практически подходит к концу, у меня ни одна база не была использована вот до такого состояния, обычно они у меня стоят, и я там только на какие-то праздники пользуюсь ими, потому что я их ощущаю на лице, они мне настолько неприятны, не знаю, я готова потерпеть, только когда мне надо вот 24 часа в сутки, чтобы держался макияж. Глау-Он, Этюд Хаус, и вот база по сравнению с базой под тени, она идеальная, она как водичка, наносишь на лицо, она идеально держит тональный крем и все остальное, все остальные слои, которые вы наносите, мне очень она нравится, она не липкая, она не жирная, она не ощущается на лице, я наношу ее даже под глаза, она выравнивает эту область, подготавливает консилеру, когда мне надо более стойкий макияж, когда я снимаю видео, всегда наношу ее, я обязательно буду заказывать вторую упаковку, да, она тоже там, по-моему, не дешевая, но она полностью оправдывает свою стоимость, вот очень рекомендую. Также у меня для глаз, значит, есть подводка Physicians Formula, которая сейчас, также вы можете ее наблюдать на мне, раньше мне очень нравилось Art Deco, но это стоит дешевле и это лучше работает, держится с утра до вечера, мне безумно нравится вот этот ее наконечник, он легко с ним работать, да, то есть легко сделать тоненький кончик стрелочки, у меня, например, вот это с увлажняющей сывороткой, также я видела сывороткой для роста ресниц, не знаю, тоже попробую, пока что не могу ее как-то выловить, но вот в любой этой подводке есть сыворотка для ресниц, мне кажется, это не помешает, потому что как бы ее носишь в течение целого дня, советую. Дальше, это карандашики, значит, для бровей, где-то я один потеряла свой, вот этот, который сейчас на мне, это темно-коричневый, я сначала боялась его заказывать, думала, чтобы не рыжил как-то, да, вот, но он для таких брюнеток, как я, он просто вот лучше не придумаешь, там есть серо-коричневый, который абсолютно универсально подойдет и блондинкам, и брюнеткам, и если вы увидите этот карандаш для бровей на сайте, то обязательно просто поставьте себе в корзину их несколько, вот он, я его нашла, вот, один у меня серо-коричневый, второй темно-коричневый, темно-коричневый для брюнеток, серо-коричневый тоже подойдет и для брюнеток, и для блондинок, нет никакого рыжего пигмента, ни в одном, ни в другом, Мне нравится то, что очень удобно с одной стороны вот такая щеточка, с другой идеальной формы карандаш для бровей. Вот идеальный просто. Держится опять же с утра до вечера, если очень жарко, то я могу в течение дня все-таки поправить там, где проплешины могут появиться. Но извините за такое качество, вот я вам гарантирую, что вы не найдете лучший карандаш для бровей. Следующее это тушь. Вот тушь от Эльф я не могу похвалить. По-моему я ее выбирала по самым лучшим отзывам под продуктом, но увы. Сейчас она на мне, у меня осталось там немножко ресничек от наращивания, но она вообще ни о чем. Я не знаю, я нанесу один слой, два, три, она не осыпается вот абсолютно. То есть для чувствительных глаз она действительно подойдет, но в тот же самый момент особого эффекта вы от нее не увидите. Конечно, я не нанесила пять слоев, но опять же, чтобы нанести пять слоев, это надо прилично времени потратить. Нет, моя любовь все-таки к Лоранце, я обязательно к ней вернусь. Но пока у меня наращивание на ресничках, в принципе, буду пользоваться этой вот немножечко для видео, да, чтобы после теней все равно надо наносить какую-то тушь. Теперь переходим к губам. Что я вам советую? Первое, то, что сейчас на мне, у меня карандаш NYX на губах и посерединке я нанесла вот такую матовую помаду от ELF. Стоило копейки, оттенок Natural, натуральный. Красивый оттенок, вот если вы ищете нюд под загар, идеально просто. Далее, то, что мне нравится на повседневку, когда я не крашу глаза, когда я только нанесла кушан, пудру, там немножечко корректора и все, пошла гулять с девчонками. Это Муру Муру Баттер Physicians Formula. Вот такое масло для губ, но с оттенком. Оно очень красивое по цвету, у него минус, вот видите, выдвигаешь и все, оно обратно не задвигается, но в принципе можно вот так и ничего с ним не будет. Его надо держать там, где попрохладнее, потому что оно это масло, оно плавится, но оно очень хорошо защищает губки от солнышка, когда очень жарко. И мне нравится то, что на повседневку, то есть можно даже без, нанести без зеркала, если раньше я использовала вот этот Carmex, но здесь есть немного цвета и все равно так посвежее уже выглядишь. Могу советовать, но вот упаковку, почему они сделали такую упаковку, на нее все жалуются, кстати. И далее два блеска. Вот этот безумно мне понравился, это просто must have вашей косметички. Покупайте снова же, если будет на сайте, обязательно берите, не пожалеете 100%. Мока Твист от Эльф. Идеальный оттенок нюдового, но не выбеленного, а такого очень натурального. Опять же, наношу тогда, когда у меня совершенно нет макияжа, губки становятся пухленькими, красивыми, аппетитными. Здесь оно так достаточно печетно, особенно если на язык попадет, то вы поймете, что там есть какой-то, наверное, перец даже. Вот, удобный спонж для нанесения, достаточно большой объем, красивый оттенок, глянцевый полностью, без блесток, очень советую. И вот такое подороже, этот, по-моему, тот стоил долларов 5, а это 10 от Пацифики, опал оттенок, и это перламутровый цвет, но при этом не бабушкин перламутр, он, видите, идет из такого коричневого в розовый. Он просто под разным освещением, либо вот солнышко попадает, он становится более розовым. То есть губы вроде такие нюд, да, без оттенка, но под каким-то определенным углом очень хорошо, ну, придают какой-то оттенок, в общем, как-то так. Да, очень понравилось, тоже не собирается в белую полоску, вот все, что я вам показываю, на моих губах не собирается в белую полоску, и для меня это просто вот первый критерий для бюджетных средств каких-то для губ, да и вообще для всех, потому что есть некоторые люксовые, которые у меня собираются, вот разговариваешь, разговариваешь, а потом опачки, такая вот красота, или по жаре бывает такая проблема. Хорошо, очень увлажняет, питает губы, тоже могу рекомендовать, опал, как я сказала, оттенок у меня. И что у меня осталось, это два бальзама для губ. Кармексы сейчас немножечко изменились, они стали приятнее, у них нету вот этого аромата звездочки, у них немножечко изменился их дизайн, более нежным, мне кажется, каким-то стал, но опять же их цвета, их бренда сохранился, это желтый и красный оттенок сочетания с SPF 15, с клубникой, очень советую с арбузом, который я снова же не могу никак выловить, когда делаю заказ. Вот этот советую, очень советую, безумно классный бальзам для губ, просто must have. И Sierra Bisse, там продается целых 10 штук за 8 долларов, то есть они мега бюджетные, если еще добавить скидку, которую я оставляю все время, то там получается на совсем копейки за эти бальзамы. Но, конечно, с Кармексом они не сравнятся. Я их наношу на вечер, например, перед сном, нежелательно наносить перед помадой, потому что может скататься вместе с помадой, либо наносите, потом снимаете его и наносите уже помаду. Вот, ну, как бы я от себя не очень могу рекомендовать, я больше заказывать не буду, но, в принципе, если хотите попробовать, у них еще, кстати, специфический такой аромат, ну, не меда, но специфический, в общем. Ну, а теперь я надеюсь показать все мои кисти, спонжи и так далее, до того, как закончится память на фотоаппарате. Итак, спонжи Реал Техникс, у меня их много, да, то есть я и заказываю по отдельности, вот сейчас я такое использую, так я и заказываю вот этот у меня, как бы для румян и хайлайтера, но я его больше в поездке куда-то заказывала, потому что он более компактный и, как я слышала, что он лучше наносит даже тональную основу, но, как видите, я его еще не пробовала. На данный момент я пользуюсь вот таким, вот этот у меня новенький, и давайте покажу вам все свои обновки кистей, у меня их было много, и не только с iHerb, но сегодня только с iHerb показываю. Итак, великолепный набор, он состоял из трех вот таких кистей, нет, из четырех кистей, вот, и вот такого спонжа. Спонж идеальный, мне он больше нравится, чем бьюти-блендер, я о нем много говорила, нравится. Дальше, вот эту кисть я использую, это у нас setting brush называется, значит, я ее использую для хайлайтера над губой, вот здесь, вот на лобик. Вот эту кисть, она достаточно большая, но она именно предназначена для складки века при этом, да, и действительно хорошо тушует, то есть для моего века подходит, если меньше, то, конечно, она будет слишком большая, будет тушевать туда, куда не надо. Нравится, тоже пользуюсь, как видите, все они у меня такие, не очень чистенькие, но я ими пользуюсь каждый день. Вот, дальше, вот это я сегодня наносила, например, контур. Не всегда я ей контур наношу, потому что она больше все же, наверное, для тональной какой-то основы, даже не знаю, ну вот мне не очень удобно ей контур наносить, но при этом, когда надо для видео более такой насыщенный, то тогда вот всегда она мне приходит на помощь. И моя самая любимая кисть Реал Техникс вообще Эверда, это вот такой беличий хвостик, как ее называют, она очень мягкая, при этом она плотно набранная, при этом она абсолютно не колючая, и она идеально наносит любые румяна, вот просто любые. Как только я вижу, что она у меня уже немножечко не то, либо мне надоедает дизайн, у них всегда выходят какие-то лимитки новой коллекции, я всегда вот первую себе ставлю в корзину именно вот этот. Но этот набор, он стоил 20 долларов, я покупала с 20% скидкой, то есть он обошелся в 16 долларов, и это абсолютно оправданная покупка, даже за 20, он очень крутой. Еще один мой, ну в общем, здесь все любимое, то, что я заказала, да, из кистей, ну практически все. Набор, который must have снова же, если вы пользуетесь тональными основами, не кушанными, но я пользуюсь и тем, и тем, то есть для меня этот набор жизненно необходим. Самые лучшие кисти, которые я вообще когда-либо встречала для тональной основы. Они мега набранные, они супер набранные, у них идеальный срез, у них очень красивый нежный дизайн. Вот такие три кисти, они тоже 20 долларов, если я не ошибаюсь, стоили. Одну, вернее, я использую для консилера, а вот эти две я использую именно для тонального, потому что я не наношу жидкий корректор, ну в смысле контур, либо румяна, но вообще вот это среднее для этого предназначено, но они оба хорошо наносят тональную основу, они идеально наносят минеральную косметику. Это кисти, ну вот они самые-самые лучшие, что было, наверное, придумано для тональной основы. У меня, к примеру, есть вот такая Биделиум Тулс, во-первых, она маленькая, она больше подходит для консилера, именно для меня, хотя там писали, что она подходит и для тоналки, но она для этого маленькая, то есть очень долго наносить. Во-вторых, она по сравнению с вот этой, ну просто даже не сравнить, как она наносит, если там постараться хорошо растушевать, может быть именно оригинал вот этой, да, который тоже продается на iHerb, который стоит 40 долларов, может быть она лучше, и я, возможно, ее попробую и расскажу вам, но зачем, если можно купить вот этот набор, он идеальный, не придумаешь. Еще одна, у меня есть кисть от Биделиум Тулс, и вот когда я попробовала ее, это практически такой аналог МАК-217, но гораздо дешевле, 776-я. Идеально тушует, мне очень нравится, как наносит она, в общем, такая универсальная кисть, приятный дизайн, причем есть много дизайнов этой, именно этой кисточки, да, то есть разные цвета. И вот после этой кисточки мне захотелось купить их набор, который стоил, по-моему, в районе 50 долларов, стоит там 14 кистей, обязательно тоже его попробую, расскажу вам как, но вот эту кисть советую. И теперь у меня осталось два набора от ELF. Один самый любимый, просто мой must-have, который я очень рекомендую, и который я вам покажу вот в таком виде новеньком, он мне настолько нравится, что я сделала конкурс с ним на Инстаграм, мне очень хочется, чтобы у одной из вас он тоже был, потому что он шикарный просто. Здесь есть все, что надо новичку и не только, то есть вот мне даже после множества кистей, у меня очень много профессиональных кистей, какие я только не перепробовала за эти 8 лет моего блогерства, но поверьте, мне он очень понравился. Во-первых, то, что здесь есть подставка, сразу вам показываю ее. Вот такая. Сюда помещаются абсолютно все мои кисти, которые мне необходимы на повседневку. Очень удобно, она не слишком длинная, не слишком короткая, мало места занимает на столе, гораздо удобнее, чем какие-то вазочки и так далее. Супер. Здесь еще отдельная есть подставка, вот такая, покажу крупным планом, мне взяла ее сейчас, именно для спонжа. Спонжем я пользовалась вот буквально сегодня, и он мне нравится, но не скажу, что так же само, как и вот эти Реал Техникс, возможно, меньше, но он очень даже неплохой, то есть в эту стоимость стоил этот набор, кстати, всего лишь 15 долларов. Далее, как видите, здесь есть 4 кисточки в комплекте. Вот эта для меня самая универсальная, вот она. Я ее беру с собой в поездки какие-то, то есть я знаю, что я ей наношу и пудру, и румяна, и контур, и со всем она идеально справляется. Вот такая. Следующая кисть для контура, если честно, ничего особенного, но я ей тоже достаточно часто пользуюсь. Далее, две кисти. Одна вот такая скошенная я использую для теней под бровь, в принципе, неплохо, но, опять же, у кого маленькая века, она не совсем подойдет, она достаточно крупная. И вот эта, она очень похожа на мою любимую от Реал Техникс. Опять же, я вот чередую ее, наношу именно хайлайтер, могу даже растушевать вот здесь, удобно делать, в меру набранный, не очень плотный, не колючий, классный. А вот второй набор, вот такой, я его похвалить не могу, к сожалению. Это Ultimate Shade Duo, называется именно для теней, для нанесения теней. Одна кисть бочонок, в принципе, опять же, неплохо, но есть кисти в моей коллекции гораздо лучше, поэтому я достаточно редко ею пользуюсь. И второй я пользуюсь чаще, но она не так классная, как вот совсем плоские кисти. Допустим, у меня есть одна любимая, плоская кисть абсолютно, которая хорошо наносит и сюда, и под бровь, и тушует. Это я больше тушую, либо наношу под бровь, но вот честно, не рекомендую. Я надеюсь, вам понравилось это видео и казалось полезным. Пожалуйста, не пожалейте вашего лайка для человека, который заново учится снимать видео для YouTube, потому что я очень соскучилась, очень соскучилась по съемке видео, по вам, по нашему общению. И мы обязательно увидимся в новых видео, пишите, какие видео вам было бы интереснее смотреть на моем канале. Увидимся, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok